В Бердске завершается строительство экопарка. Именно за эту территорию проголосовало большинство жителей в прошлом году при выборе объекта благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Теперь подрядной организации предстоит лишь высадить деревья, но для этого необходимо избавиться от порослей клёна. Эта работа и стартовала сегодня в парке. Работы в экопарке выходят на финишную прямую. Сегодня на объекте были проведены мероприятия по вырубке порослей клёна, который заполонил территорию. К работе, помимо сотрудников управления ЖКХ, были привлечены специалисты Центра муниципальных услуг, депутаты, общественники. Так как у парка такой не совсем законченный вид, всё-таки начать уже его готовить на следующий год, да и последующие годы, то есть за ним нужно ухаживать, окашивать этот поросль, сорняки, которые растут. Поэтому мы приняли решение, что в пятницу выходит такой мужской состав, убирает всю эту поросль, окашивает, вырубает, складывает, а завтра уже более такие, ну, кто готов участвовать в обычном субботнике. Скос порослей клёна, как и в предыдущие годы в этом парке, да и в других скверах города проводился регулярно. Бороться с ним нелегко, определенной методики борьбы с ним нет. Даже частичная протравка может привести к гибели других деревьев. Поэтому рассматриваются различные способы. Будем поэтапно, помаленьку в процессе эксплуатации парка проводить работы по выкорчевке, выкапыванию, выкашиванию. Всё это с течением времени. Ну, вот таким образом попробуем искоренить в буквальном смысле этого слова поросль клёна. Согласно проектной документации, и это в очередной раз подтвердил руководитель подрядной организации, выполняющей работы в экопарке, после проведения основных работ запланированы мероприятия по озеленению. Приличное количество деревьев, кустарников, они по дендерпроекту будут расположены по всей территории парка, на въездах в каких-то зонах больших, где мы много чего спилили для благоустройства. Большое количество деревьев. Планируется высадка, наверное, октябрь месяц, конец октября, так, чтобы в зиму у них была возможность прижиться. Все запланированные мероприятия будут проведены согласно проекта и в определенные сроки, с тем, чтобы парк соответствовал своему статусу – экопарка. Продолжение следует... Продолжение следует...